Меня зовут Боровиков Дмитрий. Я решил попеть песни под гитару сегодня для друзей и товарищей. Как-то получилось лет шесть назад на фирме я работал, мне подарили вот эту гитару на день рождения, и сказали, она как бы должна выполнять свои функции. Я сказал, есть, и в тот же год осенью записал свой первый диск, аудиодиск, называл его для друзей и товарищей. Ну а потом как-то к гитаре редко прикасался руками, семья, дети, весь этот быт. А три года спустя на работе с тем же товарищем был выходной день, мы что-то там ждали, мебель получали, он говорит, у меня есть видеокамера, стоечка, давай, три года спустя концерт, давай. И мы записали уже видеоконцерт, такую версию, там минут на 20-25, так он назывался, для друзей и товарищей три года спустя. Смонтировал, сам сделал, вот такой получился концерт. А в клуб, вот сюда я прибился, нечаянно, 10 лет окончания института мы на турбазе на заре праздновали, и мы слышим там песнопение под гитару, меня это заинтересовало. Мы проходили мимо, стоит микрофон, стоечка, я спрашиваю, а что это, свободный микрофон, можно песню спеть, просто так. Я подошел, спел просто так. А меня спрашивают, молодой человек, вы в фестивале участвуете? Я говорю, какой фестиваль? Заря Донбасса, ежегодный традиционный фестиваль Бордовской Петербургии. Я говорю, нет, надо участвовать, в следующий раз буду, хорошо. И я так нечаянно прибился к клубу, спасибо Васильевичу, он помог, подтолкнул с нужной стороны меня к этому. И я немножко периодически стал участвовать в концертах клуба «Диалог». Я тут, есть такой фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих». Я себя так чувствую, но мне комфортно, потому что репертуар, который у меня, он не чисто бардовский, хотя там есть части бардовские, есть и такие, но меня как бы приняли к себе, не гонят, приглашают на концерты. А в этом году мне предложили сделать свой концерт, свой репертуар, чего пою, того пою. Поэтому я с удовольствием согласился и жду друзей и товарищей еще, уже сколько там, 4 или 3 года спустя очередных, чтобы спеть им те песни, которые пел 20-25 лет назад, еще будучи, там, школу заканчивал. Поэтому сегодня буду петь эти песни. И мне приятно, что можно собрать вот в одно место и в одно время вот всех этих людей, потому что все взрослые, все заняты, у всех там дела, семьи, бизнес и так далее. А сегодня здорово, тем более, если кто-то не поехал хоронить картошку, у нас же по весне хоронят, а воскрешают весной, да? А завтра еще Красная Горка осенью, осенью, да. Тем более мне вдвойне будет приятно, что люди пожертвовали вот эгрокалча, сельским хозяйством, чтобы встретиться со мной и часик там, час 20 со мной провести время. Кто Вы по специальности? Закончил я Харьковский радиоэлектроник и инженер-системотехник. Один год проработал в нашем «Импульсе». Вот, потом я перестал работать, он в начале 90-х пошел на спад, как и все в нашем стране, хотел сказать, в Советском Союзе, уже не в Советском Союзе. Вот, потом подрабатывал в барах, в ресторанах. Кстати, в барах, в ресторанах музыканты, когда уходили на перерыв, мне оставляли микрофон включен, гитару, а я работал администратором. Я, пользуясь моментом, пел 2-3 песни. Народ, который отдыхал, они думали, так надо, это еще какое-то в составе, подходи, там, еще денежку в карман, давай еще. Ну, давай так, давай. Ну, такие смешные были эпизоды. А когда вообще взяли впервые в руки гитары? Впервые в 14 лет, вот, у нас, как во дворах всегда, звенели гитары. Тогда, начало 80-х, группа «Аракс», «Антонов», «Машина времени», «Земляне», «Воскресенье». Я начал прислушиваться, вот, присматриваться у пацанов, там, вот эти же блатные три аккорда, потом песня, так называемая «Ветерок», она же «Один взгляд назад», и я по чуть-чуть начал обучаться. Потом, то есть, как я самоучка, купил самоучитель, выучил нотную грамоту, ну, до каких-то пределов. В школе мы там какую-то маленькую группу, четыре человека, организовали вокально-инструментальные, песни пели, потом в училище тоже, там не хватало басиста, я пришел, говорю, я могу на гитаре. Это у нас на гитаре есть, нам надо бас-гитарист. Орел, а как это, орел, ну, не шесть, а четыресты, но, орел, годится. Я на четырех научился на бас-гитаре и там пел и выступал год. Потом армия, в армии нечаянно узнали, что на гитаре играю. Особенно в учебной части старослужащие, я служил на морской границе, и после отбоя они, курсант, давай к нам. И такая называлась Малая Ленинская комната, это вот гальюн, это вот где туалет, только такое помещение до него. Там акустика хорошая, мне давали гитару, говорит, моряк, пой. Я говорю, что петь-то? Говорит, давай, разымбаума. Я спать охота, нас выматывали. Я где-то минут 30-40 пел, они говорят, так, отбой, моряк. Где-то спал. Ну, а после армии пришел, женился. Первый ребенок, потом второй ребенок, одна работа, вторая работа. И как-то гитара стала одна пылиться, вторая у меня была 12-струнная гитара. Я ее похоронил, потому что вообще была история перед армией в училище. У меня была стипендия 30 рублей советских, а стоила она 12-струнная 140 рублей. Я занял еще 4 стипендии, купил гитару. Потом маме признался, что у меня очень дорогая гитара. Она, я не знаю, как это восприняла. Она сегодня будет на концерте. А я не помню, я, наверное, признался таки. Я что-то там легенду сначала придумал и устроил, а в конце концов, правда, всплыла. И, наверное, вот эти лет 10-15 я к ней редко прикасался. И вот спасибо вот тому случаю, я кто с бихопсаун, я кажусь на украинском мове, я на турбазе, на фестиваль попал, потом уже поехал в Святогорск, потом в следующий год сам участвовал в одном, во втором, я не помню, в каком. Только в прошлом году не состоялся фестиваль из-за кризиса. Ну и мне вот здесь так здорово, комфортно. И в клубе, и не в клубе, да, Миша, вот мы собираемся еще, у нас есть еще один клуб такой микроформата, вот. И мы там тоже песни поем, есть у нас отрядная, сегодня она обязательно прозвучит. Ну и если вот мы уже заговорили о творчестве, да, о песнях, вот чьи песни вы поете? Может быть, сами пишете стихи, стихи, музыку? Мне спрашивали, свои песни есть, но я критически отношусь. У меня есть там пару, тройку, четверку, можно назвать, своих песен, и музыка, и слова. Но я сегодня на концерте, наверное, спою первую, потому что первую не стыдно. Тем более слова, они как бы, наверное, народные, они точно не мои. Вот мы были пацанами 14 лет, и они как-то витали, откуда они взялись, не знаю. А музыку я приделал сам точно, и она мне так понравилась. Вот я хочу посвятить ей дочке, этой песне, семьи нет, они уехали, они сейчас далеко отсюда. Вот, но одну вы услышите песню точно, ну, полумоя точно, потому что музыка моя. Что родные, друзья говорят о вашем занятии музыкой? Родные... Можно даже самое разное мнение. Самое разное, они так и есть. Дома семья, жена в частности считает, что музыка это не мужское занятие. Мужчина должен деньги зарабатывать, обустраивать быт, помогать все-все-все. Вот, и я пытался на одной, на второй, на третьей работе делать, но особо заработать деньги у меня не получалось. А другие мои знакомые, друзья, товарищи при встрече говорят, Димон, вот помнишь, вот в те годы, как классно вот это вот было. У меня один товарищ, который последние семь лет в Лондоне прожил, потом приехал сюда. Он полтора года назад трагически погиб. Он говорит, Димон, запиши на диск, потому что вот те песни, которые мы там 15-20 лет пели, вот ностальгия. Тем более, говорит, там, в Лондоне, ну, я специально для него написал, я отправил в Лондон этот диск. Пересылка стоила в 10 раз дороже, чем этот диск. То есть, вот у кого действительно осталась ностальгия по тому времени, говорит, Димон, ну это класс. Поэтому мнения совсем разные. Кому-то вообще музыка неинтересна, кому-то нравится. Каковы ваши дальние житрические планы? Вы вообще сегодня первые? Как сольный, да, первый дебютный концерт. Вот, спасибо, Чернышу, он мне месяц назад предложил, говорит, а как бы ты вот сам сольный? Говорит, да я не думал об этом, говорит, ну подумай. Ну, я подумал, говорю, хорошо. У вас месяц ушло на подготовку? Да, наверное, неделя ушла на подготовку, потому что мы думали, тут праздники то Пасха, то Краснодар.